О чем ты все время думаешь? Я не думаю, я тоскую. Тебя что-то мучает? Нет, просто я русский человек. Добрый вечер. Сегодня час пик для русского человека, народного артиста России. Александра Пороховщикова. Добрый вечер, Александр Шалович. Добрый вечер. Я начал программу цитатой из вашего фильма. Уж извините, я не спросил разрешения. Спасибо, наоборот. Александр Пороховщиков. 57 лет. Народный артист России. Актер театра и кино, режиссер, сценарист. Правнук знатного фабриканта-мецената. Внук репрессированного и расстрелянного в 41-м, изобретателя первого в мире танка. Родился в Москве. Жил в Магнитогорске. Учился в Челябинском мединституте. Но врачом так и не стал. Поступил в Щукинское училище. Одновременно работал мебельщиком-реквизитором в театре Вахтангова. В 66-м получил диплом. Играл в театре сатиры на Таганке. С 81-го работает в театре Пушкина. Сейчас занят в ревизоре. Снялся почти в 60 картинах. Широкую известность принесли ему фильмы «Звезда пленительного счастья», «Мафия», «Свой среди чужих». Его работа «Цензуру к памяти не допускаю» в 92-м году получила главный приз «Золотой парус» на фестивале русского кино во Франции. Женат. Считает, что миром правит любовь. По натуре миролюбив. Но это не значит, что подаст руку под лицу. Презирает завистников. Александр Шалович, вы всегда, когда я вас вижу, во всяком случае, кажетесь таким печальным, серьезным человеком. Я не помню, когда я последний раз видел вас улыбающимся. Это ваше постоянное состояние? Вы тоскуете? Да нет. Ну, почему постоянно? Я очень смешливый человек. Начинал даже как комедийный, острохарактерный актер. Вы? Да. Комедийный актер был. И меня пригласили в театр «Сатиры». А замечательный актер Калягин, наоборот, был приглашен в то время современник. Видите, как получилось. Просто, чтобы долго не растекаться, мне кажется, что, если так себя разрешите называть, если ты художник, и художник честный, то ты должен реагировать искренне на, так сказать, то, что за окном. А то, что за окном не позволяет улыбаться. Поэтому, наверное, поверьте, это не рисовка какая-то. То есть, хочется засмеяться, хочется повеселиться. Но все время, вот вы цитату как бы из моего фильма в конце, помните, сказали, что я тоскую. Это не я тоскую. Мне кажется, что Россия всю жизнь тоскует. Ну, разве уныние не грех? Это не уныние. Почему? Это не уныние. Это не уныние. Это, наоборот, даже, можно сказать, радость. И когда говорят, что вот одиночество вас часто посещают, я думаю, что это, наоборот, счастье. Когда есть момент быть с одиночеством наедине. Секунду, но я знаю, что ведь вы не всегда были таким. Ведь вы в детстве отнюдь не поймальчиком были, правда? Да и я и сейчас не поймальчик. Так что, я какой был, такой и остался. Такой драчун, который даже на приемах в Щукинское училище устроил потасовку? Нет, я не устраивал потасовку. Просто пожарник, который там, по-моему, фамилия Горелов, высокий, там, под два метра. Потом мы с ним дружили, правда. Было очень много народу, когда поступали. Это со всех институтов. Те, кто не поступил, вот как раз туда поступали. И запускали по пять человек. Мама мне накрахмалила рубашечку. Я уже собрался туда идти, значит, поднимался. Он говорит, куда? Рукой меня. Я говорю, да вот мне туда надо. Он говорит, куда? Как толкнет, я вниз головой, значит, по лестнице. Ну, человек, я такой вспыльчивый. Я так внешне сдержанный. Завязался у нас с ним. Рукопашное. Ну, вот. Ничего. Все на пользу. Откуда физическая мощь? Вы спортом долго занимались? Да нет. Улица как-то заставила. Если бы не было мощи, так сказать, физической, наверное, бы все по-другому пошло в жизни. Просто предлагаемые обстоятельства таковы были. Ну, и занимался, конечно, спортом. Я очень люблю спорт и до сих пор занимаюсь по возможности. Ну, основное, так сказать, у меня направление бокса было. Вот. Так что... Ну, и просто жизнь заставляет. Сейчас, к сожалению, словом убедить, доказать очень трудно. А что, разве приходится применять физическую силу? Вам? Ну, как? Ну, мне не приходится, но бывают случаи. К сожалению. Вы абсолютная, с моей точки зрения, звезда отечественного кинематографа. Один из самых узнаваемых киноактеров. По лысине, наверное. Да, по лысине просто. По лицу. По взгляду, точнее. По взгляду. Почему вы так мало снимаетесь в последние годы? Ну, это сложный вопрос. Тоже это очень долгая тема. Ну, во-первых, мы ведь люди зависимые актеры. Это уж не надо об этом говорить. Это известно всем. А потом, вы понимаете, предлагают такие сценарии, что... Ну, так скучно это все. Это так вторично, даже третья сортно. А потом, просто я считаю, что на сегодняшний день актер... Для меня вот идеальный вариант – это вот Шукшин. Который... Можно с ним соглашаться, не соглашаться. Ну, режиссурой занимался, писал сам, играл сам. Как это, получается, тоже зрители будут оценивать. Надо быть цельным во всем. Может быть, и ошибаешься, но ошибаешься сам. И то, что сейчас мне предлагают, очень редко. Очень редко то, что мне как бы на сердце... А что предлагают? На вас печать, стереотип такой мощный? Либо мафиози, либо тот, кто с ними борется, да? Ну, тот, кто с ними борется, уже мне не предлагают. Раньше предлагали генерал КГБ, МВД. Ну, вот. А сейчас, в основном, да, мафиози. Ну, вот. Странно, конечно. Потому что по нутру я совершенно другой человек. Другой человек и по-другому относящийся к кино. При общем плаче по поводу смерти отечественного кинематографа вы, насколько я знаю, по этому счету имеете свое мнение. Давайте я вас процитирую сейчас. Можно? Конечно. Пожалуйста, цитату. Наши фильмы в большинстве наголову выше американских поделок, заполнивших сейчас экраны. И американцы инстинктивно нас боятся, поэтому не дают дорогу нашим картинам из чувства самосохранения. С нашим искусством к ним придет душа, а этого им не надо. Делать деньги и при этом обладать душой невозможно. Александр Пороховщиков, Московская правда, 23 сентября, 1994 год. А может быть из-за того, что многие так же, как вы считаете, что делать деньги и обладать душой невозможно, поэтому наше кино и замерло? Не может решить этот парадигму? Почему вы думаете, что замерло? Оно не замерло. Оно существует. Это мы замерли, а кино существует. Так же, как говорят, Россия погибла, заснула. Это мы спим. Все существует. Театр существует. Великие актеры есть. Режиссоры есть. А вот та прослойка, которая между народом, ради которого это делается, и художником, я не буду уточнять. Это ясно, что это за прослойка. Она очень мощная. Она мешает. Секунду. Сергей Соловьев на последней церемонии вручения НИКИ практически прочел отходную советскому, теперь российскому кино. Он тоже принадлежит к этой прослойке? Он же изнутри кино. Да, я его очень люблю, но ведь это Сережа Соловьев сказал. Если бы это Иисус Христос сказал, тогда можно было бы еще задуматься. Сережа мог ошибаться. А как вы относитесь... Там много, простите, было народу в зале, которые это кино развалили. Как вы относитесь к деньгам? Прекрасно отношусь. Что это значит? Ну, как нормально, как каждый человек. Считаю, что деньги-то замечательная вещь. Только не нужно всю жизнь на это тратить и заниматься только деньгами. Потому что совместить действительно душу и деньги-то очень тяжело. Ага, вы тогда сказали невозможно, но это было два года, по-моему, назад. Мы взяли цитату из прессы. А сегодня вы уже думаете, что это трудно, но возможно? Почему? Я и сейчас так же думаю. Потому что я сейчас сам занимаюсь именно денежными вопросами. Я полтора года почти отошел от своей профессии. Для того, чтобы вы как-то меня спросили, почему я в театре играю. Да, вы играете только ревизоры. Да, ревизоры. Два-три спектакля вместе. С 81-го года вы в театре Пушкина, и сейчас играете только одну роль. Ну, это вот два года я так почти. Хотя я там много переиграл. Дело не в том, что вроде мне как бы не дают, или я не хочу. Я сознательно отказываюсь от ролей. Потому что для меня прийти в театр, как я думаю для многих актеров, это роскошь на сегодняшний день. Когда у тебя за спиной отец, мать старые, у жены такие же родители, еще больные. И зарплата очень маленькая, понимаете. Бюджетная организация, ты хоть перевернись, хоть ты от Илла сыграй просто гениально, понимаете. Ничего не изменится. Но был же выход из положения, как кажется. Вам четыре раза предлагали, это были, насколько я знаю, серьезные предложения, остаться за границей и работать там. Вы были бы в полном порядке. Ну, это за границей. Если бы я был один, во-первых, я все-таки русский человек, я люблю ту страну, где я родился, но не хочу лукавить. Вот если бы сейчас опять возникло такое предложение, то есть я бы увидел, что действительно там у меня есть работа, больше бы моей ноги здесь не было. Серьезно? Да, серьезно. Так тяжело это все переживать? Или чисто бытовые условия жизни вас уже... Нет, это не то, что тяжело, это трагически все. Это трагически. Я считаю, я думаю, что я в этом не одинокая страна в трагическом пребывает состоянии. Просто в трагическом. Несмотря на то, что сейчас просто в мире происходит общая трагедия, видимо, конец века, как говорят, да, и очень много зла летает. А вот просто у нас происходит именно трагическое существование. Когда меня спрашивают, почему ты комедийный все-таки, ребята, кто меня знает, почему ты не снимаешь, вот концерты, у тебя есть несколько таких, ну, программ комедийных. Почему ты на сцене не выступаешь? Ну, как-то странно. Я даже... Ну, как вот я пойду, допустим, в театр эстрады посмеяться, а в переходе стоит женщина с протянутой рукой, которая на мою маму, допустим, похожа. Понимаете? Это не значит, что я вот какой, понимаете, один такой. Я думаю, каждому нормальному человеку тяжело улыбаться, когда я только что видел такие картины, и вдруг я буду смеяться сейчас сидеть. Понимаете? Это тяжело. Особенно я считаю, что актер на сегодняшний день, вот есть художник-гражданин, а есть художник, ну, не грубо, я думаю, лакей. Понимаете? К сожалению, даже есть талантливые люди, становящиеся лакеями. Вот на сегодняшний день таких очень много. Понимаете? Ведь для меня, например, помните, такой поэт и музыкант был Хара в Чили, которому руки отрубили. Он же мог петь другие песни, наверное, он бы и сейчас жил. Понимаете? В общем, сейчас... В чем, как бы вы сформулировали смысл, вы назвали ситуацию трагической, в чем трагизм ситуации? Ведь нищие, бедные люди есть практически везде в мире. И существуют страны, где их гораздо больше, чем у нас. У нас нация вся нищая. Нация, понимаете? Там есть нищие, а у нас все нищие. Просто все. А та кучка, которая богатая и супербогатая, это пыль просто. Вчера на вашем месте сидел ученый, очень серьезный академик, который голодал. Жил на одной воде в знак протеста против того, что правительство не финансирует науку. Я могу сразу вам ответить, что я с уважением отношусь к таким людям, но думаю, что они немножко неправильно себя ведут. Надо заставлять голодать тех, понимаете, против кого он как бы протестует. Вены себе режут. Зачем это? Что это такое? Есть адрес. Приходите и режьте там Вены. По поводу адреса я хотел бы привести еще одну цитату Александра Парховчукова. Меня сейчас в стране держит лишь то, как относятся ко мне люди, для которых я работаю. Вот кому я действительно нужен, кроме моих близких, конечно. Но официальным властям на меня, как и на других актеров, наплевать. В общем, страной правит хам. Вот почему каждый, дорвавшись до власти, спешит отгрохать себе хоромы, а те, о которых он должен заботиться, живут в домах, у которых отваливаются стены. Вот почему он добивается для своих миллионных окладов, а минимальная зарплата установлена такая, что человеку ее хватает лишь на то, чтобы не протянуть ноги от голода. Александр Парховщиков, Московская правда, 23 сентября, 1994 год. А я продолжу Вашими же словами. Если каждый человек не будет защищать свою честь, то все мы скоро станем быдлом. Я Америку в этом не открываю. Просто человек, который защищает чувство собственного достоинства, этим самым он защищает общественную мораль. Это у меня просто в картине. Картина ради этого сделана. Понимаете? Именно чувство собственного достоинства у каждого человека, оно растоптано. Оно у нас на любое. Для того, чтобы человек обиделся, я даже не хочу повторяться, где-то я уже говорил, нужно для этого ударить просто уже по голове бревном. Тогда только он поворачивает и говорит, по-моему, Вы меня обидели. Александр Александрович, а сколько в этом генетического и какова доля приобретаемого человеком в жизни, за счет внешних условий. Вы потомок старого русского дворянского рода. Возможно, что-то в вас сидит изначально. В крови получили. Поэтому так относитесь к тому, что сейчас происходит, происходило. А для других это нормально. Это их среда. Я не думаю, что это их среда. Просто у них нет памяти. Не важно, какой я потомок. Я мог быть и крестьянин. Но я должен всегда помнить, кто были мои. Отец, мать, дед, прадед и еще дальше. Если это были люди, которые приносили государству пользу, были добрые люди, люди труда, настоящие люди, которыми, так сказать, и страна, и народ гордился такими людьми, то ты, как их отпрыск, это стыдно, чтобы ты опускался еще ниже. Понимаете? То, что сейчас происходит. На меня просто давит знание того, кто были мои предки. Понимаете? Я не имею права вести себя по-другому. О чем будет ваш новый фильм, если вы его снимете? Ну, человек и общество. Но это так абстрактно. Ну, как общество делает из доброго, порядочного человека, нормального человека, убийцу профессионального. И только любовь его возвращает к теплоте, к сердечности. У меня совершенно потряс случай, который вы припомнили в одном из своих интервью. А мальчике, даровитым, талантливым, возможно, будущим, мальчик, который может стать великим художником, он готов убить своих родителей, потому что понимает, что они преступники. Это отправная точка сюжета вашего фильма. Ну, в принципе, да, очень много в этом есть. Дело в том, что просто там действует герой, который... Ну, вот, например, меня потрясла одна ситуация. Я где-то в печати рассказывал. Вы знаете, это до сих пор. Я ее как бы и в сценарий даже вставил. Когда мы были во Франции, в Париже, значит, я даже не понял, с кем мы туда ездили. Одна из поездок. И, ну, обычно кайфируют башни, там много народу, гуляния. И выходим из автобуса, и вот эти негры, которые там, значит, птичек, знаете, заводных, там что-то накручивают, хвосты, они же летают. Вот. И очень много новых русских, да, называют. Вышел здоровый, крепкий мужчина и свою даму поднимал. И дамой расталкивал всех. В это время птичка летала и попала ему в грудь. Он не останавливается, берет и отрывает голову. Понимаете, механической птички. Но это сюжет просто. Это сюжет для хорошего фильма. Понимаете, птички механической. Пружинка просто потом болтаться стала. Вот про это я хочу картину снять. Про это. И только про это я хочу рассказывать. А иначе не дано. Можно, конечно, смеяться, можно и комедию снять. Но я думаю, сейчас время другое. Как смеялись. Вы часто исполняли роль в военных фильмах. У нас совсем немного времени. Как вы думаете, хотя это может прозвучать очень тривиально, слово, понятие, честь. Эта вещь еще можно попытаться вернуть в жизнь? Зачем возвращать? Она есть. Она есть. И мы к этому все равно вернемся. Потому что, как говорил Великий Островский, в жизни все кругообразно. То вознесет, то опять. Все циклично. Все крутится. Сейчас такой край, что дальше уже, как говорят, не тишина, а следующий цикл. Уже хуже быть не может. В отношении между людьми. Понимаете? В любви, в дружбе. Не может. Уже все исчерпано. Сейчас может быть только взлет. Красота. Душевность. Сердечность. Доброта. Уже злобы столько, что мы наелись. Даже если ты смотришь на молодых, которые ходят на все эти тусовки. Уже надоело это все. Хочется поплакать. Понимаете? Ну, хочется вам верить, что мы наелись злобы. И дальше будет доброта. Спасибо вам большое. Это был «Час пик» для Александра Пороховщикова. Спасибо вам. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok